Вопиющий пример человеческого безразличия. В Перми молодая женщина, у которой случился инсульт, скончалась из-за того, что вовремя не получила медпомощь. Ей стало плохо в автобусе, но ни пассажиры, ни водитель с кондуктором даже не подумали быстрее вызвать скорую. Решили, что она пьяна. Так и возили по маршруту несколько часов. Репортаж Ольги Князевой. Он должен был встретить жену, как обычно, после работы на автобусной остановке. И опять же, как обычно, позвонил договориться о времени. Но на звонок никто не ответил. Через час всей семьей начали поиски. Начал набирать патчерицу. Позвони маме, мало ли что, трубку не берет. Она говорит, тоже. Начала теща. То есть мы на перебой начали всем звонить. Пока муж 33-летней Татьяны обзванивал ее коллег и знакомых, она сидела в автобусе, пыталась говорить, обращалась к людям за помощью. Речь была не связана, язык будто не слушался. Все думали, пьяная. Возможно, отворачивались. Позже врачи констатировали. Инсульт. Скорую вызвали только через три часа, когда рабочий день закончился. Такие случаи случаются не так часто. Все, от человека зависит то, как среагируют. В автобусе ей стало плохо, на улице стало плохо. В тепле же никто никого не высаживал. Дежурной бригаде сотрудник автопарка сразу сказал, женщина пьяна. Ее положили на скамейку в автобусном парке. Полночь на улице почти минус 20. Шесть дней, не приходя в сознание, она провела в реанимации вот этой больницы. На седьмой скончалась. Муж, с которым она так и не поговорила, ввинит в ее смерти перевозчика. Следователи выясняют причину смерти погибшей женщины. Почему ей не было своевременно вызвана скорая помощь, когда во время движения на маршруте, очевидно, она не отвечала на звонки мужа, по его словам. Ну и все остальные обстоятельства связаны с ее смертью. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных произошедшим улицам. По версии следователей, среди этих причастных не только водитель, но и кондуктор. По словам мужа погибшей, он в первую очередь должен был вызвать скорую, вместо того, чтобы катать умирающую женщину по маршруту несколько раз. Если бы это раньше, даже бы он доехал до конечной Левшины, это по времени, то есть было бы начало 10-го, и он увидел, что все плохо, человек не выходит, он бы вызвали скорую, и может быть не так все плачевно произошло. Эта история случилась в старый Новый год. По словам сотрудников Пермского автопарка, в праздники пьяных пассажиров на маршрутах много. Всего в Пермском крае. За новогодние каникулы госпитализировались 72 человека. Шесть замерзли на улице. Истории равнодушия достаточно. Два месяца назад в Ижевске машина сбила мужчину на глазах у сына. Мальчик в растерянности бегает вокруг папы. Автомобилисты продолжают движение. Но вовремя нераспознанный инсульт – особая тема. Удар съедает не только клетки мозга, но и время. Первые три часа – самый важный период, когда можно минимизировать последствия. Если человек, мы в отличие от пьяного человека сейчас рассуждаем, если у человека есть инсульт. Первое, что нужно сделать, и самое простое, это попросить его улыбнуться. Если человек имеет признаки инсульта, то обязательно улыбка будет у него асимметричная. Нужно знать и помнить не все, у кого заплетается речь и отсутствует координация. Переборщили с алкоголем. Возможно, человек умирает на ваших глазах. У Татьяны, которая так и не вернулась в тот день с работы, осталась маленькая дочь. Ольга Князева, Сергей Цузкин, Дарья Рыбакова, Юлия Ходорова и Денис Воронцов. Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok